В этот понедельник все были потрясены жестоким приговором Владимиру Карамурзе, российскому журналисту, политическому и общественному деятелю, которого судили, по сути дела, за то, что он пользовался конституционно гарантированным правом свободы мысли и слова. И за это ему дали 25 лет. Так вот, понимаете, о чем подумал, что судья, который вынес ему этот приговор, он, по сути, ничем не отличается от того негодяя и палача, который под камеру резал голову украинскому военнопленному. Он ничем не отличается от того летчика, который выпускает, нажимает на гашетку и выпускает ракету. Которая затем попадает в жилой дом в Славянске. И все это делают по приказу Путина. Я понимаю, что Путин не дает команду «Пли» или какая там подается команда «Старт ракеты». Он не сам там по рации разговаривает с этим летчиком. И он не командует тем головорезом, который обезглавливает украинского пленного. И, возможно, он напрямую не общается с судьей Подопригорова. Подопригоров его зовут. Кстати, украинская фамилия. Да. Так вот, Путин там, возможно, личный инструктаж ему не проводит. Но он в этом же ряду. Вот он такой же. Они все убийцы. Вот, понимаете, зная, отлично зная, что Владимир Карамурза тяжело болен, у него полиневропатия, результат двух отравлений новичком, он выносит ему приговор в 25 лет. Это приговор к смертной казни на самом деле. Он убийца. И он такой же убийца, как и те, кто обстреливают ракетами украинские города и мирные кварталы, и как те, которые режут головы и расстреливают пленных. Я думаю, что... Мне страшно подумать на самом деле, Дмитрий Ильич, какие вообще черные бездны перед нами откроются, когда будут освобождены другие города и села Украины, когда будут изгнаны оккупанты, и какие ужасы мы еще с вами узнаем. И все это... И Путин такой же убийца, как и все они. Вот так вот. Евгений Арсадьевич, вы большой специалист в идеологии, в пропаганде, а давайте станем на место Путина. Вот, допустим, украинская армия освобождает шаг за шагом территорию, и уже и Крым освобождает. Что Путин скажет своим гражданам? Вот что бы вы на его месте сказали, будучи Путиным? Ой, мне столько не платят, как говорят американцы, чтобы я думал за Путина. Знаете, есть такая хорошая поговорка американская. Это превышает уровень моей зарплаты. Мне столько не платят. Так вот, ну это шутки шутками, да. Но... Это очень сложно. Попытаться... Но он должен что-то объяснить народу России. Вот он говорил все время... А может быть он и не считает, что ему надо чего-то объяснять народу России. Вы понимаете, у меня такое ощущение, что для Путина народ России – это быдло. Понимаете, вот мне уже как-то приходилось говорить, возможно, в нашем с вами предыдущем разговоре, что вот каким бы страшным тираном и диктатором не был Сталин, но Сталин на приеме в Кремле в честь победы над гитлеровской Германией провозгласил тост за русский народ. На господальный русский народ. Который, заметьте, как сказал тогда Сталин, на месте... Другой народ на месте русского народа бы нас всех в 41-м году прогнал. А этот терпел, не лишил нас своего доверия, и вот за это пью. Ну, примерно близко к тексту. Да-да. Тем более, что я, кстати, не уверен в том, что в официальных стенограммах текст воспроизведен абсолютно точно. Говорят, что он говорил еще более красиво, чем потом осталось в официальной... Ну, я видел запись Константина Симонова, он записывал, и там... А, вот так. Да. Ну, Константину Михайловичу покойному тут можно доверять, потому что он признавался в том, что он к Сталину относился в целом положительно, но при этом видел все его очевидные, мягко говоря, недостатки. Ну, вот, я с трудом себе представляю, чтобы Путин когда-нибудь на каком-нибудь открытом или закрытом мероприятии, чтобы ему в голову пришло поднять тост за свой народ. Мне кажется, что он должен этот народ презирать и относиться к нему, вот, действительно, как к быдлу, потому что он же ему врет. Он ему врет много лет, он не сдержал практически никаких своих обещаний этому народу. Господи, как же этот народ ему верил, и как же он умилялся тому, что вот, наконец, у России такой появился деятельный, спортивный, малопьющий, энергичный молодой человек. Действительно, он был относительно молодым человеком в 2000 году. Да, и сколько ему было там? Ему 50-е. 47 где-то, 47. Ну, да, неполных 48, скажем так. 47 ему исполнилось, вот, когда он стал премьер-министром. Вскоре после того, как он стал премьер-министром, ему как раз 47 стукнуло, да. И он тогда говорил, что нам надо догнать и перегнать Португалию. Хрен мы догнали и перегнали Португалию. Ну, вот ради смеха там, посмотрите, где Португалия по уровню ВВП на душу населения и где Россия. Там разные существуют методики подсчета вот этого базового показателя ВВП на душу населения там с учетом покупательной способности национальной валюты без учета. А есть еще такой показатель, извините меня, как уровень качества жизни. Ну, там вообще Португалию никак не сравнить с российской. С Москвой в пределах Садового кольца, ну, может быть. Но Москва в пределах Садового кольца – это совсем не Россия. Рассвела Москва при Собянине. Похорошела. Похорошела Москва при Собянине. Ну, это тоже спорный вопрос, потому что я вот недавно был потрясен, опубликованный кем-то из моих фейсбучных друзей фотографии центра Москвы, уничтожен сквер перед Большим театром. Вот культовое место на самом деле. Тот самый сквер, где 2 мая встречались ветераны. Это была вот московская традиция, что в сквере перед Большим театром 2 мая за неделю до Дня Победы 9-го встречаются настоящие ветераны. Вот не ряженые, да, а вот те, которые действительно прошли войну. Когда-то было время, когда они были еще совсем молодыми мужиками и совсем еще не старыми женщинами. Вот есть культовый фильм «Конца оттепеля. Июльский дождь» Марлена Хуциева, где вот последние кадры – это хроника, фактически. Это хроника, где показаны вот эти вот… Еще не старики, да, а еще вот молодые… 66-й год. Фильм снимался в 66-м, наверное. 40-летние, 45-летние, да. Да, да, это были люди, которые тогда составляли костяк советского общества. И российского, и украинского, кстати. Это были люди, которые действительно прошли войну. И вот они вот в этом сквере. Я помню, я там бывал мальчишкой. Отец меня водил посмотреть как это. Это было там невероятно трогательно. Это были люди, которые в страшном сне представить себе не могли, что они пойдут войной на Украину. Вот для них украинцы были братья, я уверен, для большинства из них. Да многие из них просто были родом из Украины. Многие из них были просто украинцами, да. Вот. А теперь этих людей не стало, и сквер тоже снесли. Там теперь такое голое место. Я еще раз подумал о том, что, черт возьми, возвращая ваш вопрос, да. Понимаю я Россию, не понимаю. Я не понимаю, вот как могла... Вот эти старые, пристарые, тенистые яблони... Значит, если они там были больные, ну, нужно было какие угодно деньги потратить, чтобы посадить на это место, и это можно было, я уверен, сделать. Такие же большие, тенистые, ритвистые яблони взять, их откуда-нибудь еще перевезти в наше время. Это вообще не бином Ньютона решить такую задачу. А там сейчас вот голое место, и я подумал, что это не моя Москва. Это не тот город, в котором я родился, учился, вырос, где я когда-то был счастлив. Мне туда не хочется возвращаться. Я сказал, расцвела Москва при Собянине, на самом деле это Собянин расцвел при Москве. Ну, Собянин расцвел-то пораньше. Давайте не будем забывать, что в свое время он стал главой администрации президента. Мэр Тюмени. Когда Медведев пошел, что называется, на повышение, пошел в кандидаты в преемники. Это был, наверное, сейчас врать не буду, но, наверное, это был 2005, может быть, 2006 год. Но это уже был второй срок у Путина. Сначала у него главой администрации был доставшийся ему по наследству семейный доктор. Александр Сталин. Александр Стальевич Волошин, да. Потом Александр Стальевич ушел, на его место пришел Дмитрий Медведев, а потом Дмитрий Медведев пошел на пост первого вице-премьера. Другим был Сергей Иванов, они вот некоторое время конкурировали между собой, боролись за право быть назначенным преемником Путина, как мы потом выяснили, местоблюстителем президентского престола. В какой-то момент Сергей Иванов вроде бы стал выигрывать эту гонку, но потом выиграл ее Медведев. Иванов допустил страшную ошибку, как рассказывали тогда. Тогда еще Кремль не был настолько закрыт, и из Кремля много разных историй и слухов, которые потом подтверждались, утекало. И вот страшная ошибка Сергея Борисовича Иванова заключалась в том, что когда Путин сообщил ему о зреющем у него намерении объявить его кандидатом в президенты в 2008 году, и поинтересовался у Сергея Борисовича, готов ли он взять на себя такую роль, тот, разумеется, ответил утвердительно и затем спросил, а когда мы с вами, Владимир Владимирович, или когда мы с тобой, Володя, я не знаю, были они на «ты» или на «вы», когда мы обсудим дальнейшие условия. А Медведев не спросил в такой же ситуации. У него тоже был разговор с Путиным, но Медведев не спросил ничего про дальнейшие условия. И продемонстрировал себя человеком более дальновидным и более тонким. Не надо лишний раз задавать вопрос о том, а что будет делать Путин после выборов. Нужно было сразу предложить ему, я согласен только при одном условии, что вы будете у меня премьер-министром.